Ранец чудо, только вот, милые подружки, и в леса сранец тот, все мои игрушки. Праздник знаний впервые отметили в школе номер 75. Более тысячи детей позистили торжественную линейку. Набрано 8 первых классов. Я дружила с одной девочкой, которая сидела со мной за партой. Здорово, а как тебе учительство, первая? Мне она очень нравится. На площадке перед зданием нет свободных мест. Каждый хочет увидеть, какая она – школа будущего. Увидеть главные достопримечательности родители смогли на централизованной экскурсии. Их провели буквально в каждый кабинет. Потому что она в нашем районе. Мы живем рядом здесь. Учитель наш ушел сюда, директор очень хороший. Вот такие вот критерии выбора этой школы были. Ну и, конечно же, такого масштаба школа, федерального, можно сказать, масштаба. Очень нравится. Очень нравится, да. Красивая школа, новая. Садимся, будут хорошие учителя. Очень классно. Вообще, даже не ожидал, что такую школу построят. Потрясающе. Ничего раньше такого вообще не видел. Вау! Школу построили всего за 11 месяцев. Ее стоимость составила почти 800 миллионов рублей. Деньги пошли на закупку микроскопов, музыкальных инструментов, посудомоечных машин и многого другого. У нас ребенок в третий класс ходит. У них там шахматы. Прям на площадке. В общем, здорово. Я думаю, будет весело. И можно будет провести время. Ну, вне уроков тоже хорошо. Директором школы номер 75 стал Виталий Юремкин. В команду бывшего начальника управления образованием и молодежной политики города Рязани учителя перешли с радостью. Есть какое-то волнение, ощущение? Конечно, как первый раз, первый класс. Мы ее отмывали все вместе. Мы готовили ее к этому празднику. И сегодня, через мгновение, в этой школе прозвенит первый звонок. В этом году самыми старшими в школе номер 75 будут ученики восьмых классов. Право дать первый звонок выпало одному из них. Галина Ершава, Игорь Глотов, телекомпания «Город».